Слово Божье говорит, все, что не делаете словом или делом, делайте как для Господа, делайте от чистого сердца, честно, добровольно, и, конечно, чтобы через все наши дела, большие или малые, всегда прославлялось имя Иисуса Христа. Возлюбленные, сегодня мы будем обращать наше внимание на 10 главу, читать и рассуждать. И, конечно, мы нуждаемся, мы все нуждаемся в откровениях Божьих, потому что каждый раз, когда мы соприкасаемся со Словом Божьим, Священным Писанием, великие откровения возможны для нас. Возможны, потому что многое зависит от нас. Как мы подходим к Слову Божьему? Я знаю некоторых людей, которые никогда не читают Библию или Евангелие, не помолившись прежде. Я знал о некоторых людях, которые так себе сказали и приняли решение не читать Слово Божье, сидя развалившись. Кто-то колено преклоненно читает, кто-то стоя читает. Когда я делился об этом, все, которые людьми они говорили, наверное, они мало очень читают, поэтому могут выстоять на коленях. А если я читаю два часа в день, возлюбленные, не так, наверное, важно, какая позиция или положение тела нашего, как важно, какое состояние сердца и разума нашего. Вот об этом мы и будем сегодня читать «И да благословит нас Господь». Мы сегодня прочитаем большой отрывок из этой главы, с 1 по 15 стих включительно. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». Моисей пишет о праведности от закона. «Исполнивший его человек жив будет им». А праведность от веры так говорит. «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то из Христа свести, или кто взойдет в бездну, то из Христа из мертвых возвести». Но что говорит Писание? «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедую. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Здесь нет различия между Иудеем и Еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Аминь. Итак, дорогая Церковь, возлюбленные, что мы можем взять для себя? Вот из этих 15 стихов, которые прочитали, чему можем научиться? Я думаю, многому. И чем больше мы будем обращать внимание, тем больше Дух Святой будет производить откровения. Все новые и новые откровения. Но некоторые моменты, на что обратим внимание. первое – это послание благодатного спасения. Именно это слово – благодатное спасение. И здесь апостол Павел нечто сравнивает ветхое, прежнее упование верующих в Бога людей, живущих по закону Моисееву, и новое. И то, что мы находим, 8, 9, 10 стих – это абсолютная благодать, данная нам с вами. Что еще мы видим здесь? В стихах 11, 12, 13 мы прочитали, что эта благодать для всех в равной мере. И те, кто нам нравится и не нравится, те, кто в нашем представлении соответствует этой благодати. Ну, как бы, что значит этой благодати? Быть христианином или быть в церкви Божией. А кто-то не соответствует. Не правда ли даже среди нас есть люди, которые так думают? Есть. Есть. Если он не так одет, если он не так выглядит, если он не той национальности. Когда-то святые Божьи говорили, неужели и язычникам Бог дал спасение? Одна сестра кричала, неужели и мясоеды спасутся? А два дня назад у нас был хороший семинар для пасторов, где говорили, неужели вот те, кто приходит в церковь и весь в пирсинге, в тату, прическа нестандартная, неужели и с ними Дух Святой пребывает? Неужели и такие наследуют спасение? Я не знаю насчет мясоедов или фруктоедов, но знаю одно. Слово Божье говорит, и здесь нет различия между иудеями и еленами, потому что один Господь у всех богатый для всех призывающих имя Его, ибо всякий, кто призовет имя Господне, что будет, скажите? Кто спасется? Всякий. Вы слышите? Всякий. Господи, благослови мой разум, благослови мое сердце и мой дух, чтобы это всякий звучало, как откровение Твое, когда я вижу призывающего имя Господня или молящегося Иисусу Христу непохожего на меня. Кто-то приветствовал меня сегодня, говорит, что какой-то праздник, вы что, после церкви на свадьбу едете? Я говорю, да нет, а почему при таком параде? Ну, я так привык, что если в церковь, если тем более я проповедую, то обязательно белую рубашку нужно, галстук. Вот это вот моя заморочка такая. Вот это роба для, так скажем, праведного человека. А все другое, наверное, я уже прошел. Я не могу себе представить, если бы я вышел проповедовать, вот в брюках, которые порваны, пусть вот такие, но порваны, даже я не говорю о джинсах. Ну, хорошо, дальше. И это призыв к благовестию. Вот этот отрывок Писания очень ярко, очень сильно побуждает каждого читающего снова и снова проверить себя, испытать себя и поощрить себя, чтобы твои ноги стали прекрасными. и здесь без разницы елен или иудей с прекрасными ногами, мужчина или женщина, как прекрасны ноги, несущих благую весть. Почему они прекрасны? Ну, вот мы слышали ужасающую статистику, сколько людей распрощаются жизнью, пока мы с вами вот так удобно проводим время все вместе, а кто-то из них придет в вечность, не примирившись с Богом. Как мало проповедуют в церквях о вечности, совсем неприлично в некоторых церквях проповедовать об аде, где кто-то представляет ад, где все светло, там много огня и температура высокая, кто-то представляет это полная тьма, это мрак и это полная безнадежность. Возлюбленные, как бы ни было, но это ужасно. Это ужасно, это вечность, удаленным от Христа, который есть свет и жизнь, то есть тьма и смерть. И ничего изменить нельзя, как прекрасны ноги несущих благую весть. Почему? Потому что, как человек узнает о Христе, о вечности, о том, что он может быть вот так просто, находясь в своем состоянии, кто бы ты ни был, национальность, социальное положение, никакие другие причины не главные, главное одно, призывающий имя Господне, верующий в Иисуса Христа, вот что главное. Десятая глава, послание святого апостола Павла к римлянам нас побуждает к этому и да благословит Бог, чтобы откровение Духа Святого захватило тебя, мой брат и сестра, захватило с новой силой, и мы, знаете, вот еще раз, вот с такой какой-то божественной новизной поверили в ту великую любовь благодати Божией ко всему человечеству. ко всем и себя в ответственности нести благую весть Евангелия. А теперь перейдем сугубо к Церкви, к народу Божьему. То, что также полезно нам, но немножко другая мысль, и именно этой мыслью и начинается десятая глава. послание к римлянам, послание к римлянам, где апостол Павел говорит, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Давайте остановимся. Кто такой Израиль? Избранный народ Божий. Не правда ли это так? Во всяком случае, когда Павел писал это послание, однозначно это было известно во всем мире, Израиль это благословенный от Авраама, Исаака, Иакова. Бог говорил мне однажды, я избрал этот народ над всеми народами, я ваш отец, я ваш пастор, я ваш обеспечитель. Он дал закон. И он много совершал великого и дивного с этим народом. Почему? Потому что они единственный народ, были верующие в единого Бога. И вот апостол Павел в этом письме говорит, мое желание с сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. То есть этими словами он говорит, они оказались вне спасения. Вдруг они оказались вне спасения, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией, усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Послушайте, возлюбленные, ревность по Боге без рассуждения лишает спасения. Пожалуйста, запомните, запишите, ревность по Боге без рассуждения лишает спасения. И, конечно, здесь вопрос, а что же тогда значит и есть это рассуждение? Рассуждение это последовательный ряд мыслей и умозаключений в контексте определенной темы, изложенных логически последовательной форме. Это такой тип речи. логическое размышление. А почему здесь евреи и закон Моисеев и избранный народ и некая логика? Все просто. Вот, когда мы говорим о логике в контексте этого слова размышления или рассуждения, нам нужно понимать или знать. В общем значении рассуждение называется, то есть, во всяком случае, рассуждение есть двоякое. Есть значение общее и рассуждение специальное. Вот, когда общее, это понятие мышления, а когда специальное, то это обязательно использование для анализа, то есть, умственного взвешивания доводов в пользу какого-либо положения. Причем предполагается, что эти доводы излагаются связно, методично, так, что могут служить достаточным основанием для вывода доказываемого положения. Не правда ли это интересно всем нам, да? Ну, я переведу чуть проще. Это слова Иисуса Христа. Исследуйте Писание, через которое вы надеетесь иметь жизнь вечную. И Иисус говорил, а они эти Писания говорят о мне. Так, вот, если бы у евреев наших драгоценных братьев и сестер была логика, то есть способность мышления, вот, вот это логическое исследование, последовательное исследование Слова Божьего, то они бы не оказались в таком удручающем, жалком, пагубном и страшном состоянии. Апостол Павел в другом тексте Писания говорит, я сам хотел бы быть отлученным за них от Христа. И молитва моя о них постоянно во спасение, потому что веруют в Бога, ревнуя о Боге, но без рассуждения. Возлюбленные, вы скажете, а как это может коснуться нас? как это может относиться к нам? Сегодня таких же фарисеев во Христе, как тогда в одни Христа, к сожалению, предостаточно. И ревнуют по Богу, и говорят, да за веру нашу головы с удовольствием всем поотрываем. Потому что наша вера вот такая правильная, правильная, здесь правильно одеты, правильно причесаны. Это наша вера. А вот неправильных мы просто выдавим отсюда. Ну нет, мы не будем бить там или пинать, но мы так на них посмотрим. Когда-то по молодости своей церковь наша росла, я был старшим пастором в одной из церквей, в России, и настолько мы говорили о дарах Духа Святого, настолько были захвачены всем этим, что сказали, а давайте мы будем вот проповедовать пьяницам, бомжам. И вы знаете, они услышали, поверили в благодать вот такого спасения и пришли, и пришли как были грязные, пахло от них жуть как, перегаром, потом, мочой, но от кого-то чем, от кого-то полный букет. И вот наши приводили братики и сестрички, пойдемте, здесь благодать, церкви, они приходили, садились, и распространялось вот такое зловоние. И кто-то сначала улыбался, потому что аллилуйя, мы же в церкви улыбаемся, мы всех любим, да, вот и тебя любит Господь, но стали дальше, дальше, потом от них садиться и смотрим, вот сидит такое спасенное чадо, заблудшее, а вокруг него вот такая пустота, большая пустота, потому что святость не выдерживает. не выдерживает, да. И, вы знаете, я вынужден заканчивать служение, но в заключении хочу сказать еще одну очень важную мысль, она поможет нам, возлюбленные, притча о добром или милосердном, как написано, самарянине, притча о милосердном самарянине. Помните, попавшийся разбойником лежал раздетый, избитый и умирающий. И вот ревнующие по Богу, но без рассуждения посмотрел и пошел. Потому что он чисто оделся в собрание, он спешил в церковь, он должен был учить, его график уже вот люди собрались, и он прошел мимо или вид, он тоже на репетицию, знал, что брат Василий строгий, во времени у него порядки, и он спешил, тоже прошел мимо, и вот тем самым, и тем самым они не исполнили нечто главное. Они не поняли сути христианства, сути призвания, что ноги наши блаженны в благовествовании, что самое главное призвание наше это нести свет. Третий интересный слов неразумения праведности Божьей, то есть церковь, которую мы нарисовали сами себе, неразумение праведности Божьей, плюс плотские усилия собственной праведности, послушайте, плюс плотские усилия собственной праведности обязательно приведут к непокорности Богу. Возлюбленные, исследуйте Писание. И самый последний слайд. Мы с вами, свет в этом мире, сказал Господь. Это самое начало Евангелия. И так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела. Возлюбленные, да благословит нас Бог. Ибо мы Его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Я хотел бы каждый раз, когда у меня появляется возможность проповедовать, и я с микрофоном стою перед столь уважаемой аудиторией святых Божьих, снова и снова читать одни и те же стихи Священного Писания. Этих трех вполне достаточно. Вполне достаточно, чтобы святые Божьи были облеченные в силу Божью, премудрость Божию и благодать. Мы говорили сегодня о смерти Христа. Это та смерть, которую не стыдно возвещать и правильно о ней помнить, потому что Он умер, чтобы призвать к себе и всех народов, племен и языков. И как мы читаем Титу, 2 глава, 14 стих. «И очистить себе неходящих в собраниях в белых рубашках и в ярких галстуках, а очистить себе народ особенный, ревностный, к добрым делам». И вся церковь да скажет «Аминь». «Очистить себе народ особенный, ревностный, к добрым делам». Давайте встанем для молитвы. Субтитры создавал DimaTorzok